Добрый день, уважаемые коллеги! Наверное, со мной многие из вас сегодня согласитесь. И общественно в целом. То, о чем неоднократно говорили о великой роли кукловода, объединительного характера, сегодня имеет место более чем наглядно. Вот эта дисциплинированность, высокая степень посещаемость при принятии других решений, особенно когда это касалось необходимости рассмотрения вопросов, ускорения разработки и принятия нормативных актов в части обеспечения наших людей работой, а именно предпринимательского патента, налогового свидетельства, нас всего только 11 человек собралось. Как только Башкан заявила, что закон о бюджете должен быть принят именно в такой редакции, сразу все 36, хотя нас меньше, по списку. Я почему говорю, коллеги, я неоднократно заявлял, я за компромисс был, за принятие сбалансированного, реального, соответствующего нашим доходам бюджета, а не запросам. Вы проголосовали за утверждение бюджета в тех цифрах, коллеги, которые ничем не аргументированы. Закон, проект этого закона о бюджете в счетную палату попал сегодня по моей просьбе, потому что я позвонил, народное собрание, и выяснил, даже заключения нету. Как вы можете голосовать за закон, где счетная палата не дала свое заключение? Что вы ожидаете-то, коллеги? А за миллиард 6 тысяч не перебивайте, пожалуйста. А за заключение, Георгий Георгиевич? Значит, послушайте меня. Красивое высказывание, жесточайшая экономия. За счет кого? За счет детей? За счет сел, городов, стариков? Шанэнна, мать многодетная, не получает ни одной банутсы. Обещали, говорили здесь. Значит, сохранены программы. Коллеги, вы слушаете меня, ну не перебивайте меня, или вы считаете, что вы лучше разбираетесь. Если лучше разбираетесь, выйдите к трибуне и объясните всем, так, чтобы всем было доступно и понятно. Я свою позицию указываю. Я никого из вас сейчас не пытаюсь упрекнуть в том плане, что вы заняли ту или иную позицию. А хочу объяснить всего лишь то, что это пока нереальные вещи, то, что вы делаете-то. Зачем мы обманываем сами себя-то? Мы обделили этих детишек. Ни один чиновник не пострадал от этого сокращения, жесточайшего сокращения. Ни один. Ни по заработной плате, ни по количественному составу. Нами было предложено сократите чиновничий аппарат. Раз. Перестаньте финансировать на питание. Люди не находятся в блокадном Ленинграде. Могут и без этого обойтись. И, наконец, последнее. Объедините несколько управлений. У нас нет управлений только, наверное, по зеленой траве. У нас чего только нет. Но объедините. Вот где резервы имеются-то. Продемонстрируйте желание сократить расходы на себя любимых. И тогда, конечно, будут у нас основания считать необходимыми сокращения иного рода расходов. Но этого нет. И последнее. Не могу не напомнить вам, коллеги, всем спасибо. Вы помните несколько месяцев тому назад, порядка шести месяцев тому назад, здесь, находясь у этой трибуны, было передано для Башкана Гагавузии через ее заместителя Олесю Тоносоглу подписи пяти тысяч горожан Чедерлунги с убедительной просьбой рассмотреть вопрос о переносе строительства индустриального техника колледжа в Чедерлунгу. С учетом того, что Чедерлунга была отделена аэропортом, стадионом и другими важными объектами, о чем неоднократно декларировалось, то есть была обманута, хочу вам сказать, что за полгода ни ответа, ни привета. Я не знаю, что сделали с этими подписями. Выбросили, сожгли, спустили в унитаз. Но то, что это плевок каждому горожанину, кто поддержал эту идею. Это факт. Это не красит нас. Поэтому, когда здесь депутаты говорят, что обращались в Висполком с запросами депутатскими и не получают ответа, это уже, наверное, вошло в норму. А все потому, что мы ни разу не реагировали на эти вещи. Ни одного чиновника не привлекли к ответственности. То, что экономически оберегли сейчас, это одна составляющая, а еще и не привлекли. Поэтому так и будем жить. И тем не менее, я считаю, что если не будет представлено вам те, которые проголосовали, ну и мне, естественно, достаточных аргументов, подтверждающие обоснованность приведенных цифр, нам надо будет пересмотреть их, снизить и принять тот бюджет, который соответствует действительности и реалям. Я... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова